В Беларуси завершилась сверка учетных данных военно-обязанных. Ее прошли более 95%. Оставшиеся пять болели, либо находились за границей. Эта работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки. Система здравоохранения перешла на новый порядок диспансеризации. Для того, чтобы выявить факторы риска, пациенты должны ответить на вопросы специальной анкеты. При необходимости назначаются дополнительные лабораторные исследования. Пройти осмотр можно по предварительной записи в поликлинике по месту жительства. На этот день человек освобождается от работы. В прошлом году в стране распахнули свои двери 24 объекта соцобслуживания, а в 2023-м планируется открыть еще около 20. Речь идет о реабилитационных центрах для инвалидов в отделениях дневного пребывания, домах-интернатах для престарелых. Несколько учреждений переедут в новое административное здание. Белжуде в новогодние рождественские праздники перевезла свыше 2,5 миллионов пассажиров. Это на чуть более 2% больше, чем за аналогичный период 2022-го. В международном сообщении самыми популярными стали маршруты из Минска в Москву и из столицы Санкт-Петербург. Услугами перевозчика воспользовались почти 240 тысяч человек. Управление по труду, занятости, социальной защите Бобруйского горосполкома приглашает безработных на обучение по программе курсов, индивидуальный предприниматель и по профессиям слесарь-сантехник и продавец. Занятие бесплатное, выплачивается стипендия. По всем вопросам обращаться по адресу улица Гоголя, 7, кабинет номер 31, телефон 70-93-34.